В Чите прошла детская конференция, которая объединила ребят из православной гимназии и учащихся обычных общеобразовательных школ. Темы докладов были самыми разными. Они касались познания сотворенного Богом мира во всем его многообразии. Форум посетили наши коллеги. Четвертая ежегодная детская конференция в Читинской православной гимназии началась традиционно с молитвы и напутствия протоиерея Павла Матвеева. В конференции приняли участие не только воспитанники гимназии, но и учащиеся общеобразовательных школ. С небольшой поздравительной открыткой выступили воспитанники гимназии, а затем участники приступили к работе в двух секциях. В этом году доклады ребят объединили такие темы, как «Божий мир глазами детей» и «Православная семья, как духовный стержень российского государства». Хотелось рассказать о своей святой покровительнице. Она была очень православным человеком. Мне очень не нравится то, что она помогала другим в первую очередь. Выступления ребят позволили всем присутствующим перенестись во многие святые места России. Троицы Сергея Виуавру, Ганину Яму, Серафима Дивеевский монастырь, остров Ваам. Помогали этому презентации, которые подготовили учащиеся вместе со своими руководителями. Главное, что ценно, это нравственная ориентира детей при подготовке, вообще при выборе тем, даже, мне кажется, и в сотрудничестве детей с учителями и с родителями, здесь это наиболее важный аспект. Жюри было независимым. Оно включало педагогов из учебных заведений города и учащихся лицея. Каждая работа была по-своему интересна, поэтому жюри определило большее количество призовых мест. Мы как члены жюри оценивали работы по нескольким критериям, поскольку это все-таки научно-практическая детская конференция. Но прежде всего это научная составляющая, то есть как дети поработали над своими темами, где они искали материал, какими источниками они пользовались. Также немаловажно было само преподнесение материала, владеет ли ученик материалом в достаточной степени. Ну и, конечно, самое главное, это эмоциональность. Насколько ученик, который готовился к этой конференции, проникся вот той темой, о которой он обозначил, с которой он выступал. В этом году на конференции присутствовала гостья из Китая. Она была восхищена атмосферой гимназии и удивлена тем, что даже малыши принимают участие в научных исследованиях. Для нее это было открытием. Я сама очень интересуюсь русской культурой. Я думаю, что религия тоже очень важная часть культуры. И поэтому сегодня для меня тоже хороший шанс познакомиться с этим красивым святым местом и лучше узнать вашу историю, историю Забайгавского царя. Все 25 юных докладчиков получили сертификаты и подарки. Но главное, дети обрели новые знания и первые навыки выступления перед аудиторией. Продолжение следует... Продолжение следует...